Всем привет. Всем привет. Мы наконец-таки нашли время, чтобы снять гостевой дом, в котором мы снимаем жилье. Сейчас мы вам покажем вообще, на какой-то улице находится. Ну, то есть, чтобы, в принципе, понимали. Очень тихая улочка. Здесь вот такое. Да, здесь никого нет, машины не ездят. Соответственно, гостевой дом спереди. Вот он так вот выглядит с улицы. Вообще непонятно, что она себя представляет. Да, то есть, вообще непонятно, что внутри. Когда первый раз сюда подъехали с Юлей, Юлей говорит, что тут гостевой дом. Я такой смотрю, думаю, что это такое. Когда мы зашли внутрь, мы офигели. Ну, сейчас тоже увидели. Здесь вот парковка для байков. Вон наш байк стоит. Юля там, кстати, купила себе новую каску. Я купила за, получается, 700 рублей, если переводить на русские деньги. Каска такая. Вот, она новая, мне приятно проводить время. Каски. Вот, вообще, вгоняя на байке. Когда нечем заняться, Юля надевает каску и приятно проводит время. Да. Вот. Здесь кто-то побогаче нас приехал. Вот, на байке. Здесь, вообще, всегда веселый персонал. Да, здесь охрана с утра до вечера. Здравствуйте. Вот. В общем, вот так вот, если зайти внутрь, что нас включает? Здесь очень много всевозможных статуй. Они на каждом шагу. Как видно, сразу до сего дом двухэтажный. Вот, тут видны балкончики там одной комнаты. Наша комната где-то там, вот. Мы до нее в самый последний момент дойдем. Здесь есть два, так скажем, огромных аквариума. Да. Покажем бассейн и аквариум. Здесь, к сожалению, тут купаться нельзя, потому что вода грязная, как видно. Но в большинстве своем здесь купаться нельзя из-за другого. Не знаю, видно на видео или нет, но под нами плавает четыре метровых рыбы. Здесь, да, здесь, короче, есть чувак один. Он, мы, кстати, не знаем откуда, но он нам на английском рассказал одну историю и очень смешно показывал про то, как здесь в свое время выращивали вот эту первую рыбу. Она была высотой там с человеком, он в итоге сказал. И был случай, когда человек подошел вот сюда вот, показал туда пальцем, я не буду туда далеко палец высовывать, и эта рыба выпрыгнула, и мы не поняли, то ли она просто укусила его, то ли она реально укусила палец. Но мы проверять не будем. Вот. Не знаю, видно или нет, я камеру близко не хочу подносить, потому что я реально боюсь. Они еще время от времени, когда ты сидишь, вечером особенно, они выпрыгивают из воды, как дельфины, и с огромным плеском и шумом падают обратно. Вот, давай, мэро-проем. Пойдем побыстрее отсюда. Да, пойдем побыстрее, а то страшно. Здесь мы проходим в зону бассейн, бассейн и беседка с хорошим, самым лучшим интернетом. Да, интернет здесь, если кто-то здесь когда-то будет селиться, здесь, вот в этой вот беседке самый лучший интернет. Тут прием где-то до 30 мегабит, а дальше где-то до 20. Сейчас еще расскажу, а то я запинался. Здесь скорость очень хорошая, вот именно здесь вот. То есть по меркам даже, вот мы с на Петербурга приехали, везде очень плохой интернет. Здесь там 20 мегабит и приемы и отдачи очень клево. То есть я и видео могу посмотреть без проблем, Юля видео заливает без проблем. Там, кстати, вот напротив комната босса, вот если приедет сюда снимать, то там живет босс, короче. В честь него и назван этот отель, Андрей его зовут. И у него, соответственно, можно о всем договориться. Вот, непосредственно Юля там пока сейчас смотрит выкладывать себе видео. Покажу бассейн. Вокруг бассейна куча-куча статуй опять-таки. Бассейн очень чистый. И что нам очень понравилось, то что здесь очень чистая вода наливается. Постоянно вылавливают весь мусор из него. И, соответственно, не воняет хлоркой. Вот там, где мы останавливались в Куте. Там был маленький бассейник. И он очень вонял хлоркой. Вот, из-за этого, ну, не очень приятно купаться. А уж тем более, если ты представишь, что ты нечаянно глотнешь немного воды, вот, и вообще в нем купаться не хочется. Вот, пойдемте дальше. Здесь получается... Вот здесь еще русская девочка живет, которая делает в них я не даю. Тут живет русская девочка, Юля говорит, второй год. И тут же работает, я так понял. Вот, дальше, если смотреть, где ты идешь, или... Отлично. Вот здесь зона... Я не знаю, как называется эта зона, но, в общем, здесь, когда мы первый раз пришли, хозяева сидели именно здесь, они сразу же... А, еще вот так интересно получилось, мы пришли сразу, как обычно, стали спрашивать, сколько стоит, какая цена, можно ли поставить. А он сразу только говорит, кстати, вот здесь его фотография, он, короче, типа вообще лютый путешественник, сейчас на старость лет он уже, ну, не такой молодой, как на фотках. Вот, а это вот, Андрей, вот. Маленький, большой, а так вот, так вот. Вот, он сейчас уже старенький, и он, первым делом, сказал, что, типа, никаких вообще разговоров про деньги, комнаты, по среде и тому подобное, пока вы не отопьете холодного чая. Вот, и они нам принесли бесплатный холодный чай сардом, вот. Ну, тут все почти пьют, даже в бутылках вместо кола-колы, грубо говоря, продается такая фирменная водичка, техбокл называется, выглядит как кока-кола, но там чай, все пьют холодный чай. Ну, во Вьетнаме было так же, когда мы там были. Вот, и, соответственно, он нас встретил именно здесь, за этим вот самым столом. Здесь, я так понял, все сидят там, общаются, читают книжки. Все, кстати, все строят книжки разных языков разных стран, тут всякие китайские, немецкие, английские, русские. Все, кто что читает, все оставляют. Вот, но я что-то русских книг интересных не нашел. Где-то всякие Дарви Данцовой только и тому подобное, билиберда. Кто-то, если любит Дарвию Данцову, сразу прошу прощения. Я, кстати, не читал, может реально интересные. Нам вот комнату еще показывали, вот здесь комнату нам показывали. Ну, да, самая первая комната, которую нам показали, это здесь. Нам, кстати, сразу, она, сначала, точнее, она нам очень понравилась, но она реально внутри очень клевая. К сожалению, сейчас уже нельзя зайти, потому что там уже заселились другие люди. Сегодня тоже русские ребята, вот они. Вот здесь, видите, вон, кстати, здесь второй басик, в котором... А мы видос снимаем. Поделиться, да? Да, да. Вот этот тот самый бассейн, в котором... Тут, кстати, лучше видно. Да. О, там еще маленькая рыбка есть. Так, ну что, в общем, здесь тоже куча этих... Рыбок. Сейчас мы рискнем. Ты хочешь по бассейну пройти? Да, смотри, они уже повернулись в твою сторону. Все, они уже видят во мне еду? Да. Что это за рыбка? Лунка. Погнали, так же. В общем, мы вообще бессмертные. Поэтому пойдем по этому пути откушенных пальцев. Все, пацаны, они уже куда-то сидят. Интересно, они быстро разгоняются? Ну да. Кстати, вот там еще другая порода рыбка есть. Да пошли уже, понятно. Ладно, порода, все равно не знаю. Идем дальше. Ну, в принципе, первый этаж, где общественные все показали. Это вот эти два аквариума больших, бассейн. И вот эта лаунж-зона, где книги и все такое. Вот это весь первый этаж. Здесь можно везде тусить. Все вообще. А сейчас мы поднимаемся на второй этаж. Там, ты видишь, наша комната. Но мы ее, наверное, покажем в самый последний момент. Да, это тоже общая зона. Здесь огромный стол с неудобными штуками. Вот эти вот круглые брехна. На ней неудобности сидеть. Еще этот стол примечательный тем, что если сесть вот здесь вот, то здесь есть Wi-Fi. Если сесть с той стороны ства, то там уже Wi-Fi нет. Да. Это лайфхаки для тех, кто здесь будет жить. Еще нам показывали вот эту комнату. Это самая большая комната. У нее отдельная кухня. То есть кухня не в комнате. А кухня отдельно вот здесь. Здесь как бы можно покушать. А кухня не здесь. Кухня вот здесь вот. А, кухня вот там, да. Кухня там отдельная. Мы туда сейчас заходить не будем. Там даже не знаю, где включать. Но там, в принципе, плитка. Ванна везде здесь. Газовые плитки стоят. Вот. Комната, кстати, сразу, можно сказать, по цене. Все комнаты, которые нам показывали, вот рядом с которыми мы проходили, они более 4 миллиона местных денег. Это, то есть, 20 тысяч рублей в месяц. А вот это единственная комната, которая стоила 25 тысяч рублей русских в месяц. То есть, 5 миллионов. За счет того, что она реально огромная, там еще есть джакузи. Не знаю, работает ли именно джакузи, но там здоровая ванна, вот такая треугольная, очень большая джакузи. Вот у меня сейчас свободная комната. Она моя показывали. Она очень-очень солнечная, мне очень-очень жарко. И это единственная комната, которая 3 миллиона, то есть 15 тысяч рублей. Вот. Но, в принципе, там очень даже нормально. То есть, там есть кондиционер, если что разовесить, то они будут не так. То есть, жить за 15 тысяч рублей в месяц можно. Учитывая, что рядом здесь есть, где поесть очень дешево. То есть, если одному человеку, можно поесть за 150 рублей, грубо говоря, при этом выпив там свежевыжатый сок. Общая зона, где можно также посидеть, попробовать половить Wi-Fi. Значит, вот следующая комната здесь на втором этаже. Нам тоже предлагали, когда мы только заехали. Я так, вон там еще никто не заселился. Да, здесь нам больше всего она понравилась, и мы уже почти выбрали ее. О, можно посмотреть, что там. Да, но я вспомнила, что там кухня мне не понравилась, потому что она как-то вот... Ну, как-то мне не понравилась. Нет, нам не понравилась ни кухня. Нам не понравилось то, что там стоит ванна. А-а-а! И мы хотели просто обычный душ, потому что в ванне набирать, лежать, это вообще муторно. То есть, это пришлось бы вот так лежать в ванне и мыться, я не знаю, через страну. Там даже нельзя вот эту штуку снять. То есть, она просто... Ну, то есть, да, это... И напора нет. Ну, в общем, никак нам не понравилась. В общем, да, ванна нам не очень понравилась, Да, ну, ты тут выходишь из комнаты, вот, покажи, как ты выходишь из комнаты. Да, сетка. Выходишь из комнаты. И такой тут вот... А там, наверное, рассвет. Если там закат, то там рассветы такой, оп, и тут тебя сразу встречают. Значит, тут статуи вот их-то. Ну, лично мне еще, что очень понравилось, это то, что этот домик, он очень большой и он выше всех остальных квартир. То есть, если туда внутрь зайти, там реально просто огроменные потолки. И сверху, так как это, ну, фактически, как это называется, бунгал, не бунгал, сверху вот там вот крыша, она не закрыта стеной. То есть, там постоянно проветривается и там прям заходит, что чувствуется свежесть. Но при этом есть кондей. То есть, такое чувство, что ты как бы на улице, но при этом прохладно. Здесь тоже есть комната, где там живет кто-то или нет. Вот у них тоже небольшая такая зона. Да, там тоже кто-то живет. И вот эта тоже комната. Здесь тоже кто-то живет, нам подокладно, потому что нам не показано. И вот такой вид вот со второго этажа на первые полосы. Да, вот этих ребят с окна вид на джунгли, если можно их так назвать. Вот так это выглядит с балкончика. Очень миленько, очень клево. При этом здесь особо никто никогда не ходит, никого нету. Все где-то тусят. Поэтому так тихо, спокойно, только птички поют и вот эти рыбоубийцы прыгают там в своем бассейне. Еще здорово, что тут, ну, есть все свободные комнаты, кто-то может приехать, знакомых, также поселиться, и мы можем тут сидеть с вами и вечерами или с утра есть фрукты, болтать, и пить пиво там, кому что интересно. Ну, так все, в общем, для того, чтобы с друзьями проводить время. здесь вот еще банчик, я, наверное, тоже надо сижу. Он очень удобный, наверное, книжечку прямо читать, но где-то с двух до текущего момента здесь прямо оттуда очень сильно пекет солнце. то есть я сидел за два часа у меня вот тут тень от ног плавно-плавно-плавно-плавно дошла до лица и я просто ушел, потому что стало очень жарко. Вот. Ну и самое главное, пойдем сейчас только эту комнату выбрали, только выбор из пяти комнат, а мы выбрали именно ее. Сейчас мы с вами ее покажем. Здесь начинается уже наша зона, то есть здесь вот уже кроме «Мороза» рассудка, пройти, диванчик, столик, мы тут кушаем, здесь вещерка, вещи сушатся. Вот, проходим нашу комнату. Вот она выглядит. Большая комната, много мебели, много вот комодиков всяких вот, тут раз, два, три, при кроватной штучке, еще комодики, телевизор, еще для вещей, то есть очень много полок, чтобы сложить все свои вещи. Столик классный, такой широкий, большой. Диванчик. Диванчик очень мягкий. Вообще реально классно сидеть. Ну, тут много мебели на самом деле, ну, удобно, то есть не абы какая поставлена, а реально удобно. То есть там диванчик клевый, это диванчик клевый, на нем приятно сидеть. Вот этот стульчик выполненный под старину, на нем тоже очень удобно сидеть. Соответственно, кровать. Отличная, мягкая, хорошо спим на ней, большая и высокая. Вот, тут такая звезда у нас, украшает нашу стену. Шкафчики, телевизор, к сожалению, мы его не включали, потому что, ну, мы чуть не особо любим телевизор смотреть, и плюс там, я хотел ради прикола для ночи показывать по местным каналам, но там отловилась антенна, и делать мне была неохота. Вот, если едете на длинный срок, здесь в каждой комнате есть телик, можете брать свою какую-нибудь приставку, вот, и рубать. Единственный минус во всех комнатах, кроме одной, но мы ее не выбрали, потому что там пахло сыростью, это единственная комната, в которой пахло сыростью. Нам сказали, что это из-за того, что она давно закрыта, и типа, если открыть на один день двери и окна, то все там выветрится, и все будет клево. Вот. И вот, единственная проблема, это то, что нет нормальных столов. То есть здесь везде вот такие столы, к сожалению, за ними не поработать. Мне непосредственно надо сесть. Я могу посидеть там на диване или на таком столе, там просто вконтакте или видосы посреди, или на кровати могу полежать с ноутбуком. Но когда тебе надо работать, там, допустим, не знаю, 8 часов подряд, ну, может, или 6 там, я так образно, то все равно там спина будет уставать, ноги, руки, все подряд. Ну, в общем, неудобно. Мы спросили, можно ли достать стол, сказали, что, к сожалению, таких столов нету, а те, которые есть, то они либо не влезут, либо еще что-нибудь. Ну, в общем, так вот. Кулер с водой. Мы сразу же купили воду. Вот эта вода, кстати, одна и та же. Вот здесь вот, самая дешевая, 4 тысячи, а по нашим меркам 20 рублей, от Danone Aqua. В бутылках она хорошая, нет никаких привкусов, ничего, хорошая вода. Но бутылированная вода, то же самое, Aqua Danone, но чувствуется, что она из-под крана просто очищенная, то есть она отдает немного чем-то. Но это, скорее всего, бутлы просто эти сдают, наполняют обычной водой, просто каким-нибудь фильтром, самым дешевым, там очищают, ну, массово. Но стоимость на 16 тысяч, да? Да. 16 тысяч, то есть 80 рублей. Паша, можно я схожу, посмотрю на ноутбук, там? Ну, давай, я это сниму. Ага, спасибо. Так, здесь холодильник, холодильник мы сразу помылили, там, в принципе, все нормально было. Холодильник нормальный, морозит. Наша микроволновка, еще пока ее не тестили, здесь, дома тестили, вот взяли, чтобы готовить всякие морепродукты, рис и тому подобное. Чайничек наш, вот, чайник покупал в Питере, потому что у нас в Питере сгорел чайник, и я купил чайник, не посмотрел, и я даже не думал, что бывают такие чайники. Вот, но когда я его получил, я уже не стал возвращать, думаю, ну, значит, знак такой, travel чайник, он так и называется, ну, там маленькая пометочка была, то есть это маленький чайник для путешествий, берешь с собой, и едешь. Взяли блендер, так еще соки не делали. Вот, здесь непосредственно кухня, везде плитки стоят газовые, мы тоже еще пока не пользовались, не знаю, будем, в общем, что-то жарить или нет, потому что, скорее всего, будем все готовить в микроволновке, либо кушать в кафешках. Здесь уже накупили всякой дешевой посудинке, вот, чтобы кушать, можно было такие салатики делать, там, кашки, еще и тому подобное. Вот, в принципе, здесь все есть, все чисто, пока что, знаменитых индивенезийских тараканов, вот таких вот не встречают. И последнее, что осталось, это ванна. Вот непосредственно ванна, раковина, вешалка для полотенца, зеркальце, сейчас вам покажем унитаз, унитаз довольно-таки забавный, он смывается не просто водой, а он всасывает, ну, это какой-то модный вид унитаз, я, если честно-таки, не видел, вот, но я просто, видно, отстал от жизни, потому что что-то никогда не задумывался, какие бывают унитазы, вот, соответственно, сам душ, обычный душ, вода не пахнет, где-то мы читали, а, это, наверное, мы про Джекар, где-то видели, что там где-то у кого-то вода пахнет, ну, здесь все нормально, вода не пахнет, все хорошо, вот, соответственно, вот такая вот ванная и комната, уютненько, миленько, есть конвей, такие дела, а мы сейчас пойдем купаться в бассейне, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok